Если спросить у дошколят, какие бывают костюмы, они ответят принцессы, зайчика, рыцаря. Сегодня Международный день родного языка воспитанникам Чебоксарского детского сада номер 203 показали, что такое национальный чувашский костюм. Современные дети точно знают, что одежда покупается в магазине и иногда шьется в ателье. А бантики, рюши, валаны – это просто для красоты. В исторический экскурс воспитанников сада отправили взрослые. Они же объяснили, что когда-то все было не так. Чтобы получить платье, нужно было вырастить лен, спрясть из него нитки, соткать, покрасить ткань, наконец, сшить. А монеты и вышивки были не просто украшением, а оберегали от дурного глаза и злых духов, в которых верили предки. Чебоксарский национальный костюм, он способен рассказать всему миру о вековых традициях, быте и истории чувашского народа, который передается из поколения в поколение. Это платье из домотканного холста. Вот он, холст, вытканный нашими мамами, бабушками. Об истории наглядно. Малыши смогли не только услышать о национальном костюме, но и потрогать его руками. А на голове у нас женский головной борт, который называется, как, конечно же, кушпо. Да? Все вместе. Кушпо. Дети получили новые знания, а родители, быть может, и новые хлопоты. Не исключено, что к новогоднему утреннику им теперь не придется шить традиционные карнавальные костюмы. Ведь кто-то вместо снежинки может попросить костюм героини чувашской сказки Салан-Пи. Продолжение следует...